О господи, что-то такое на морозке. Сначала портиминаем шею по окроте в сторону вправо-влево, вправо-влево. Делаем медленно, плавно, чтобы не сместить шельные позвонки. До 10 повторов. А еще нам тут помогаем. Это растягивает мышцы шеи и способствует улучшению кровообращения головному мозгу сосудов. Теперь вниз и вверх. Вперед, назад. Тоже делаем все плавно. Ну да, я хочу шутку работать, это еще укачаем. Закачаем мы на зараз. До 10 повторов. Есть. Теперь мы делаем притчательные движения в плечевых суставах. Делаем 10 махов вперед. Так, чтобы друг друга не задеть. Так, хорошо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы выращиваем ладошки вверх и делаем назад. 10 тех же махов. Раз, два, три. Мы так пристегиваем плечевый сустав, соответственно, пристегиваем мышцы плеча и суставную кассу, чтобы лучше, опять же, улучшить правообращение в самих плечах. А нужно обязательно одразу двумя руками делать, так? Когда мы выращиваем, у нас вставляется еще лопатка, за счет того же, и вот у нас находится лопатка и ключ в нужном положении. Обовязково делать двумя руками одразу, так? Да. А их еще по черзи? Будет стопорно наносить. Как плавать? Да. Есть 10 махов. Так, хорошо. Теперь уставим ножки на шкарный твич, ручки на таз. Делаем прощательные движения по часовой стрелке. 10 по часовой и 10 против часовой стрелки круговых движений. Твичики стопорно не шевелить, они должны стоять у нас на месте. Шевелится только таз по кругу. Активнее, активнее, активнее. Ой, какая эластичная, активнее шагашки. И 10 тебя против кругу стопорно, против часовой. Отлично. Плечики следим, чтобы они оставались на месте. Движется только таз. Я намагаюсь. Вот, тут только таз. Хай прошел. 9. И еще 10. Хай прошел. Теперь мы должны будем наклониться, взять коленки и делаем те же прощательные движения по часовой и против часовой стрелки несколько раз. Обхватываем коленки и движемся. Стопоп прижато. Немножко не отрываем. Нет. Так. Хай прошел. А си вправы чимли коричневыми? Они у нас колени захотливают. Подготавливают к дальнейшему комплексу. И против часовой. 10. Потребно делать швидко или лучше повельно? Лучше медленно, чтобы хорошо сотреть суставы, работать качественно. Потому что чем длительнее находится под нагрузкой, тем соответственно лучше. Главное мы не должны чувствовать боли или каких-либо болевых неприятных ощущений, дискомфорта. А еще мечеваем? То есть что это означает? Есть. Есть проблемы. Нужно лечить. Следующее это мы подоминаем наши голеностопы. Ставим ножку на носочек вправо и делаем прощательные движения тоже против и по часовой стрелке до 10. Такие приемные. Мне не подобаются вправо. Да. Нам девочкам, так как мы ходим на каблуках, это крайне важно. Чтобы раньше встала так? Мишкою трешечки. Тем более сейчас у нас гололед. У многих могут быть сапоги на каблуке. И соответственно так мы подозреваем наши мышцы ног, для того чтобы они стабильно держали нашу пяточку и стопу на такой высоте. Девчата, кто любит носить подборы, каждого ранку это ваша вправа? Да. И в другую? Да, 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 да. 10 против и по часовой. Я же напевно 20 зробила. 10, нет, я считаю. Да? Меняем ножку. А мне кажется, что я так долго делала. Раз, два, три. Прощаемся, закрываемся именно голеностоп. Носочек не открывается. Так, девять, десять. И в противоположную стопу. Казели уже даже сахтрились. Да, действительно, нам стало так темпло. Я навіть проклинулася. Есть. Так, наш комплекс мы начинаем с того, что мы делаем джампинг-джеки. Джампинг-джеки это движение ноги вбросив, прыжки, руки поднимаем четвертое вверх. Выдох делаем. Вдох, выдох. До 15 повторов. Зараз прыжок в нашей студии. И... Опа. Да. У меня получается. Вот, выдох. Апсим, это, трогаемся. Я еще подниму коленку. Я прыгаю. Так хорошо. Коленки так красиво выпрямлять. Когда в исходном... Конечно. Вот, позиция, молодец. Вдох, выдох. Вытюлы меня хвалят. Конечно, он молодец у нас. Сколько так нужно прыгать? 15 повторений. Прыгунчик. Еще два. Молодец. И последний. Хорошо. Теперь мы ставим крючки. У нас на шикарне. На тайсе стоят. Ножки на шикарне плеч. Есть? Спинка прямая. Делаем по выкройту туловища. Влево-вправо. Выпрямляем локти и плечи. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Раскрываем крючки как можно шире и растягиваем к крупную клетку. До 10 повторов. Каждую из повторений. Голова подращивается вместе с корпусом. Хорошо. Есть? И последний. Есть. Хорошо. Хорошо. Теперь мы делаем наклон туловища вперед. Ножки у нас остаются на шикарне плеч. Можно поставить чуть шире, в зависимости от пристяжки. Коленки прямые. Делаем наклоны и выполняем мельницу. Спинка у нас следим, чтобы была прямая. Кручки встеплены. Тянемся противоположные крючки к ножке. Голова подращивается вместе с рукой. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Тоже. Тоже меняем крючки до 10. Коленки у нас выпрямлены. Спинка прямая. Хорошо. Право-трачен. Хорошо. Я думаю, что я мовчу. Я просто дыхаю. Молодец. Молодец. Хорошо. Есть. Следующее движение у нас – это наши любимые классические приседания. Мы их будем делать без веса. Да, да. Они как хорошо помогают прозавтреть весь организм и подготовить к дальнейшему течению дня в работе. Мы ставим ножки на шприне, плечи, носочки. Можно чуть шибер. Носочки прозавтрачиваем чуть-чуть в стороны. Пресек и ягодицы у нас напряжены. С кроникой спинкой мы отводим таз назад, сгибаем колени, выпрямляем крючки перед собой. Вдох. Выдох. Садимся как можно ниже. Ой, что за разбуда. Выдох. До пятнадцатика. Молодец. Дави бедра на кружу, коленки в сто стороны. Лучше. Хорошо. Сидим за осанкой. Она должна быть прямая. В конечном положении мы сели и вверх вставляем таз, доводим его до конца. Не оставляем его сзади. Представляем, что мы садимся на стульчик. Молодец. Коленки чуть-чуть больше в сто стороны. Умница. Мы поднимаем руки для того, чтобы у нас спинка оставалась прямой и не наклонялась максимально вперед. Это обеспечивает нам неправильное положение спины. Ну, выдох. Иначе мы будем и так заваливаться, и спина может быть сутулая. Только доводить таз до конца. И вставим. Пресек напряжен. Хорошо. Лопатки сведены. Доброе. Почему? Будешь просто в тонусе иметь мышцы. Тонус. И юпочки одевать. Тем более, у нас сколько-то весна. Юпочки, шортики, волосинки. Все равно весны. Да. Да. Следующее. Мы делаем движение. Боковые выпады. Ножки стоят на шаппионе плеч. Ручки у нас находятся на тазе. Мы делаем шаг в стопрону. Таз отводим назад. Коленка не выходит за линию стопы. За линию носочка. Ручки вытягиваем впрёд. Таз опускается как можно ниже, в зависимости от растяжки. Коленка у нас прямая. Ног. Выдох. Вдох. 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 И в другую стопрону. Дог. Так. Я вкративаю таз в стопрону. А ну еще раз. Делаем 10 раз. Мы становимся. Сначала наш шприня таза. Ага. Просто выправляем его. Выправляем все стопрону, чтобы опять же спинка у нас была прямая. Мы не заваливались. Я просто так? Больше таз назад отводи. Вот. Как хорошо. Носочек старайся ставить, чтобы он смотрел вперёд. И назад. Да. И возвращаем назад. Теперь снова. Він чувствует. Ой. Лучше. Лучше. Носочек у нас смотрит всегда вперёд. Направлен. Не прозвотрачиваем носочек. Вот. Ага. Поставили. Приставили. Хорошо. Молодец. И выдох. В исходное положение. Больше шаг делаем. Умничка. Я тут по всей студии. Это мы и растягиваем мышцы. И соответственно, чем больше они растягиваются, тем больше им нужно сопротивляться. Пяточки стоят. Вес на сопротивление стопы. Молодец. Только больше. Чуть-чуть шаг делай. Ещё два поводокра у нас. Дох. Выдох. Коленка назад. Назад. Вот. Не приносим вес тела ни в коем случае на носки, чтобы не напрягать лишний раз наши колени. Так. У нас ещё сети завожився. Нет. Ещё есть у нас движение. Но осталось всего оно одно. Это планочка. Все мы знаем, как в ней стоять. Это всё очень удобно. И к тому же оно ещё помогает приплить не только прямую мышцу живота, но и попречно. Мы становимся на ладошке, глупо, прилёжа. И стоим, сводим лопатки, прессик напрягая, ягодицы прижаты. Ошибочно полагает то, что мы должны прогибать спину, выпячивая таз назад. На аппарат он соприн, поэтому мы и называем это движение планочка, потому что у нас спинка максимально прямая. И стоим так, дышим под грудным отделом, стоим так до 20 секунд. Отпрыги больше пресса и ягодицы в собитри таз с себя. Вот. Молодец. В таком положении мы прекрасно чувствуем, как у нас работают почти все мышцы тела, начиная от плечей, заканчивая ягодицами и бётрами. Важно не забывать дышать, при этом поддерживаем мышцы кокра максимально прямыми. А что, 10 секунд? Нет, ещё 5. 3, 2, 1. Отлично. Ура! С такой закряткой мы просыпаемся, наше тело просыпается. Ой, как прокидает это тило. Как оно прокидает? В нашем теле вырабатывается гормоны счастья и эндотрофина, и мы чувствуем себя прекрасно в течение всего дня. То, что я вам нагадую, что до нашей студии завитала чемпионка Украины, жиму лежачи, Мария Тернова.